48 районов, 1800 инвестиционных предложений. Каждый миниатюрный макет скрывает за собой масштабные планы по экономическому развитию даже в самом удаленном уголке Краснодарского края. Сочинский форум для региона в целом и для каждого района отдельно стал одним из самых успешных за все 13 лет проведения. В этом году инвесторы дали согласие обложить в экономику Кубани более 350 миллиардов рублей. Хотя перед форумом эксперты уверенно заявляли, инвесторы на Кубань не пойдут. Идут, говорят главы районов в разговоре с губернатором Александром Ткачевым. Причем в те отрасли, которые в экономическом пироге Кубани являются далеко не основными. И помогла в этом как раз антисанкционная политика России, считает глава Тбилисского района. Четыре соглашения подписались. Одно на строительство шоколадной фабрики на 160 миллионов на территории района. Потому что нишу надо заполнять с Украины. Санкции убили. И хороший проект на 160 миллионов. Санкции против России. Продуктовая эмбарго в ответ. Естественно, задали тон всему форуму. Многие проекты от районов Краснодарского края, как говорится, в тренде. Большинство предложений направлены на импортозамещение, особенно в сельском хозяйстве. Например, в Славянском районе ищут инвестора для строительства тепличного комплекса. А в Тимрюкском готовы создать ферму по выращиванию клариевых сомов. Вложения инвесторов и площадки для проектов от местных властей. Вместе эти условия должны привести к увеличению объемов производства. И ставку нужно делать на выращивание овощей и фруктов, считает губернатор. Там, где Кубань имеет преимущество по сравнению с другими регионами страны. Виноград – это эксклюзив. Молоко есть, мясо есть везде. Его можно производить до Дальнего Востока, и в Сибири. А вот виноград, фрукты, овощи, яблоки, персики – это все только вот здесь, на Кубани. Я знаю, что само производство не очень прибыльное, а даже убыточное, если выращивать и продавать. Ну, та программа, которая принята на краевом уровне. Надо подпочитать экономику с многими виноделами, разговаривать, почему вино. А потому что выращивать продовольственные винограды невыгодно. То есть это убыток, это реально убыток. Там процентов 20-30, и никакой там прибыли близко нет. Поэтому подумайте, как стимулировать, если можно на килограмм винограда доплачивать, что-то еще. Но это наше лицо. Как вы в этом году урожаи винограда? Ну, сегодня уже 60% собранного на всей площади урожайной с предела 10 тонн. Это 107 гектара. Высочайшая качественная, наверное, уникальность со всех годов, которые ранее были. Форум в Сочи каждый год становится не только инвестиционной площадкой, но и безбарьерной средой между бизнесом и чиновниками, порой с которыми очень сложно встретиться в обычной жизни. В Сочи собрались и главы всех районов Краснодарского края. Пользуясь случаем, Александр Ткачев около стендов будущих проектов дал указания о решении существующих проблем на местах – ремонте дорог и развитии социальных объектов в муниципалитетах. На совещании уже по итогам Международного инвестиционного форума в Сочи озвучили цифры, по которым стало ясно – форум побил сразу несколько рекордов. Мы пока установили абсолютный рекорд по аккредитации – это 9700 человек. В прошлом году их было 7300. То есть, когда мы ехали на этот форум, нам говорили о том, что мы не доберем и предыдущие показатели. У нас сейчас пока превышение идет на 18-19%. Второе – количество стран-участников у нас тоже побольше оказалось – 47 представителей. Мы прогнозировали не больше 35. И на сегодняшний день, то есть по количеству заключенных соглашений на форуме 311 Кубань заключила на 353 миллиарда. Это на 7% выше, чем в прошлом году. Но рекордные показатели – это лишь повод для того, чтобы наоборот продолжать улучшать работу, подчеркнул Александр Ткачев. Жить от форума к форуму – путь в никуда. Прежде всего, это обращение главам районов. Именно они должны постоянно создавать приятный инвестиционный климат на местах. И отношение к бизнесу должно быть как к самому дорогому гостю, отметил губернатор. Ведь он потом для района отплатит той же самой монетой. Конечно, работа с инвесторами, коллеги, она требует отдельного разговора, отдельных подходов. Это работа кропотливая. Мы должны знать все тонкости. Мы должны, как правило, за каждым проектом закреплять и ответственных специалистов, и самим лично, я имею в виду главы администрации, контролировать и интересоваться. Это тоже многого значит. Вы знаете, инвесторы тоже люди, и мы так образно выражаясь. Они расстаются со своими деньгами. И, конечно, они хотят видеть, что их здесь ждут, что они будут поддержаны всячески, защищены от беспредела со стороны разных организаций. И в этом есть залог нашего успеха. Александр Ткачев отдельно отметил, что будущий год простым не будет. Районы должны оптимизировать свои бюджеты, чтобы отдача от каждого рубля была максимальной. Особенно следить за этим нужно в маленьких поселках и хуторах. Развитие экономики небольших территорий даст толчок всем районам, которые, в свою очередь, вперед потянут и весь край. Александр Иванченко, Денис Перец, Денис Москаленко, 9 канал, Сочи.